Всем привет! Мне пришла вот такая вот большая посылка из Китая от компании i-Teed и в общем-то доблестные преднестровские таможенники ее уже вскрыли и посмотрели, что там находится внутри. Конечно же, там ничего запрещенного быть не может. Давайте посмотрим, что там находится внутри, какого качества. Сделаем определенные выводы. Итак, здесь у нас находятся вот такие вот девайсы. Девайсы, скажем так, для умного дома. Девайсы для того, чтобы сделать свою жизнь комфортней. Здесь есть вот такая вот уплотнительная штука, чтобы все это дело не болталось. И вот такая вот лампа будет первым девайсом, который мы отсюда достанем. Лампа Sonoff B1. Собственно говоря, поддерживает у нас работу с приложением и позволяет нам как бы управлять этой лампой на расстоянии. Вот такие вот характеристики у нас здесь есть. Включение-выключение, различную яркость поддерживает, различные цвета, различную цветовую температуру, 8 предустановленных различных рабочих режимов и возможность самому кастомизировать различные сцены. Работа от 90 до 250 вольт при частоте 50 и 60 Гц. То есть в любой стране будет работать. Цоколь Е27, 6 ватт мощность. При этом в режиме ожидания, то есть когда она выключена, она потребляет всего лишь 0,5 ватта. Выход у нас 600 люменов. Цветовая температура от 2800 кельвинов до 6500 кельвинов. То есть в принципе от теплого, просто желто-оранжевого цвета до холодно-сине-белого цвета. Плюс возможность совершенно различных цветов для настройки. В общем-то лампу мы убираем. Здесь есть, кстати, приложение, которое можно скачать. Лампу убираем и смотрим, что нам еще пришло. Пришел нам вот такой вот выключатель. Умный, лакшери, уалтач, свич. То есть это штука, которая позволяет, кстати, тоже от компании Сонов, которая позволяет сенсорно выключать что-либо, что вы повесите на этот выключатель. К тому же включать это все дело через Wi-Fi. Отдельно будет обзор каждого девайса. Я потестирую, поработаю с этим. Ну и в общем-то сделаю свои выводы. Здесь у нас есть всякие аппликухи. То есть есть QR-коды для того, чтобы с ними работать. Поддерживает до 400 ватт нагрузку. Работает от 90 до 250 вольт. Поддерживает Wi-Fi совершенно разных категорибов. Ну и максимальная нагрузка 2 Ампера. В общем-то вот такой вот девайс, который мы тоже сейчас будем распаковывать и смотреть. И дальше у нас здесь вот такая вот еще лампа Wi-Fi. Не написано, что от компании Сонов. Ну я думаю, что это как-то было бы логично. Ну как-то нету никакого бренда. Ну и ладно. Цоколь Е27, 2 Ампера максимальная нагрузка. А, эта штука, это не лампа. Это Wi-Fi Smart Lamp Holder. То есть это штука, в которую вы будете вкручивать лампу и управлять ею через Wi-Fi. То есть здесь Wi-Fi модуль. И в общем-то все это мы дело рассмотрим уже отдельно в обзоре. Первое, что мы скрываем, это вот этот девайс. То есть здесь у нас вот такой вот цоколь. Совершенно обычный. Кстати, обратите внимание, медный, судя по всему. Либо латунный. Ну не знаю. Но из не дешевых, не алюминия, это 100%. Здесь у нас есть какая-то кнопка, скорее всего для сброса. Здесь есть, скорее всего, для подачи звукового сигнала вот такие отверстия. Сделано, конечно, коряво. Эта кнопка тоже так сюда вкорячена очень коряво. То есть вот этот девайс у меня сейчас не вызывает каких-то приятных таких ощущений. Здесь тоже есть какие-то отверстия, наверное, для звука, либо для выхода температуры. Цоколь, в принципе, сделан неплохо, качественно. Но вот это вот, вот это, оно меня просто раздражает. Некрасиво. Какое-то вот оно здесь, посмотрите, замазанное, грязь какая-то здесь. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это устройство уже путешествовало где-то по складам, тестировал кто-то. Даже кто-то вроде как разбирал этот девайс, потому что, судя по всему, гарантийничек здесь у нас сорван. Ладно, пока оставим в сторону. Я позже буду разбирать это устройство, посмотрю что-то внутри, как оно собрано, но это будет уже все в обзоре. Пока на данный момент пусть лежит и ждет своего обзора. Вот эта штука более чем интересная. Я еще не знаю, куда я ее повешу. Я еще не знаю, где я буду использовать этот выключатель. Но, конечно, хотелось бы, чтобы он принес максимальную пользу. Запакован очень круто. Коробка очень крутая. Здесь, ну, понятное дело, все сделано очень брендировано. Сонов, то есть, это бренд. Видно, что куда подключать. Есть распиновка. Здесь у нас есть отверстия, такие специальные для выхода тепла, для того, чтобы при нагрузке эта штуковина отдавала тепло и не перегревалась. Есть также возможность скачать аппликуху. Кому интересно, ставьте на паузу, качайте. Снимаем сразу и проверяем, насколько красиво все это дело у нас смотрится. Ну, зеркально, красиво. Что могу сказать? Качество, ну, такое, достойное. Само стекло чистенькое достаточно. Но, возможно, это даже не стекло, а пластик. Да, это пластик. Кажется, конечно, что это стекло. То есть, как бы вы ни смотрели, кажется, что стекло. На самом деле, это пластик. Здесь есть у нас гарантийная пломбочка. Она не сорвана. Значит, эта штука новая. Ее никто не вскрывал. И это, конечно, хорошо. Wi-Fi. Вот такой значок. Значит, можно подключиться к Wi-Fi. Ну, и, в общем-то, проделать определенные манипуляции. Что можно проделывать и как об этом будет в обзоре. Ну, и, конечно, лампа. Мы сейчас ее попробуем даже подключить, если у меня получится. Ну, в конце видео я это продемонстрирую. Постараюсь. Как она упакована? Очень, очень круто. Посмотрите. Ух ты! Вот это круто. Посмотрите, как она упакована. То есть, даже при большом желании ее очень тяжело было бы разбить. Молодцы, ребята, что укомплектовали эту лампу вот так качественно. Странно, что здесь уже цветовая температура у нас указана не такая, как на коробке. То есть, на коробке, насколько я помню, здесь у нас было 2800-6500 цветовая температура внизу. А вот здесь 2800-3200. Почему нету 6500? Я хочу холодного цвета, но здесь его почему-то нет. Не знаю, с чем это связано. А вот здесь полностью все дублируется на английском. Я думаю, что вот эту штуку надо ставить все-таки вам в первую очередь на паузу. Ну и теперь сама лампа. Это у нас светодиодная лампа, которая выполнена достаточно неплохо. С виду довольно круто. Имеется мощное алюминиевое охлаждение. Это у нас пластик. Цоколь тоже сделан достаточно качественно. Здесь есть воздуховоды с двух сторон, для того, чтобы выходило тепло еще дополнительно. Но алюминиевая вот эта основа, конечно, очень круто, очень внушительно сделана. В принципе, пока никаких нареканий. Давайте подключим, посмотрим, как она будет работать. И потом попробуем подключить вот эту приблуду. Не знаю, правда, будет ли она сразу работать, или нужно будет ее подключать через какое-то там приложение, как-то активировать. Еще не знаю. Ну, в общем, сейчас попробуем. Итак, пробуем подключить просто через переходник. Загорелся. То есть, через переходник данная лампа работает. То есть, сам переходник работает. Это для меня было сейчас наиболее важно. Теперь пробуем подключить лампу просто напрямую и посмотрим, может быть, подключу, попробую к приложению, будет ли она работать. И, в общем, такой первый взгляд, проверка на работоспособность. Самое главное, что этот переходник работает, потому что он мне не внушил доверия, ну, почему-то с первых секунд. Так, лампа заработала, загорелась. Это хорошо. И давайте теперь попробуем, пусть она поработает некоторое время, насколько будет сильно нагреваться алюминиевый отводящий вот этот вот корпус. Потому что лампа всего лишь на 6 ватт. И такие лампы обычно не снабжают таким сильным алюминиевым охлаждением. Не знаю, с чем это связано, чтобы она вообще была более эффективной. Не знаю, короче. В общем, пусть поработает минут 10, я за это время попробую подключиться к ней по Wi-Fi и уже сделаем некоторые выводы. Вот добавил новое устройство, приложение максимально быстро нашел в Google Play. Все достаточно просто и все на русском, причем русский нормальный, не коряво переведенный. То есть, приложение однозначно рассчитано и на Россию тоже. Все зарегистрировал, оформил очень быстро. Дальше лампа нуждается в том, чтобы переключить ее в режим работы сопряжения. То есть, для этого нужно включить, выключить лампу раз 5, по-моему, с интервалом 2 секунды. То есть, выключили 2 секунды, подождали, включили 2 секунды, подождали, выключили 2 секунды, подождали и так далее. Пока лампа не начнет моргать разными цветами. Об этом я всем расскажу более подробно, когда будет обзор данной лампы. И вот она у меня здесь подключилась, и теперь я могу ее настраивать, например, включать, выключать, настраивать различный цвет. Ну и, в общем-то, давайте попробуем. Вот я ее включил, сейчас зададим красный цвет. Как видите, вот как она работает. Понятное дело, что на камеру цвет будет немножко другой, будет отличаться. Выключилась лампа, включается, все максимально быстро, просто, корректно, салатовый цвет, зеленый. Вот, как видите, все работает, и можно настроить совершенно разный оттенок. Белый цвет можно настроить, чтобы светил. Можно также настроить яркость. Вот максимальная яркость, как видите, очень высокая у белого цвета. Дальше, что можно сделать? Более холодный, более теплый. Вот сейчас теплый стоит, теперь холодный. Как видите, максимально холодный цвет. И вот, чтобы вы заметили, насколько меняется оттенок. Вот смотрите, на цветы они будут чуть более желтыми, видите, да, и чуть более белыми. То есть, более правильный баланс белого сейчас выглядит. Дальше можно различные цвета. Этот режим я уже показывал. Различные сцены. Например, отдых. Вот такой вот цвет. То есть, вот так вот лампа считает, что вот такого цвета у вас будет выглядеть отдых. Дальше, чтение. Такой вот цвет. То есть, это тупо подсветка под разные режимы времени. Дальше, вечеринка. Вот такой вот цвет. Ну и так далее. Также таймер. Можно тут всячески изгаляться, настраивать на различное время и поделиться данным девайсом. Можно переименовать. У меня написано мое устройство по умолчанию. Но можно переименовать, например, лампа там в спальне, лампа там в кухне, еще где-то. То есть, лампа рабочая. Лампа у меня уже некоторое время проработала. И, в общем-то, давайте посмотрим, сильно ли она будет нагреваться. Я сейчас ее выключу. И посмотрим, сильно ли нагрелся этот алюминий. Лампа еле теплая. Просто еле теплая. Поэтому, ну, может быть, если она будет беспрерывно работать несколько часов, то она будет тепленькая. Сейчас, на данный момент, я вижу, что алюминий действительно здесь нужен для того, чтобы лампа была просто еле теплая и долго служила. Вот такие вот были сегодня посылки. Всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Если видео было полезно, не забудьте поддержать. Если интересны обзоры данной штуковины, данной лампы и выключателя на стену умного по Wi-Fi, который соединяется, то все это будет. Но нужно время для того, чтобы все это дело протестировать. Максимально корректно узнать, как это все работает. Ну и, конечно, увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И все ссылки на данные лампы, все это будет в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok